гравитация притяжения или отталкивания ролик записан по материалам которые я предоставил ролик записан макаром светлым человек вроде как позиционирует себя как физик из госуниверситета давайте посмотрим на эту всем привет меня зовут макар светлый знаете из четырех фундаментальных взаимодействий гравитационную по праву можно считать самой изучаемой на протяжении всей истории науки и притягивающее внимание даже тех людей которые к науке практически никакого отношения не имеют на мой взгляд так происходит потому что с одной стороны с гравитацией мы встречаемся в повседневной жизни а с другой именно благодаря ей у нас есть такие покрытые пеленой тайны объекты как черные дыры космические струны гравитоны то есть человек сразу начинает рассказывать о несуществующих объектах струн никаких в природе нет они не являются объективно существующими в природе нет такого объекта да он про них говорит черные дыры абсолютно абсолютно безграмотный фантом придуманный релятивистами гравитоны гравитоны это вообще позорная версия это когда вы взяли всем объяснили что теория эфира не не верна а сами опять вводите гравитоны особую форму эфира можно так выразить корпускулярная форма эфира которая вам гравитацию должна обеспечивать то есть ребята вообще запутались ковыряются в средневековых фантазиях и вот снимают такие ролики выдавая это все за науку темные материи и темная энергия тем плюс темная материя темная энергия это тоже две фантастических сущности которые которые выдают за реальные объекты к но которых на самом деле нет за просто математическая ошибка математики взяли некорректную модель вселенной сделали в ней запутались и у них не сходится не получается ни галактики не тяготение не взаимодействие действия у них получается волшебная вселенная которая не работает и они выдумывают фантом темной энергии и темная материя то есть вот это вот все что мы перечислим черные дыры бред струнный бред гравитоны бред темная энергия бред темная материя бред вот мы досмотрели 39 секунд он уже пять раз упомянул бредятину то есть человек профессионально бредит но сегодня мы поговорим об известном вам еще со школы законе всемирного тяготения открытого ньютоном еще в семнадцатом веке формулируется этот закон следующим образом два тела притягиваются друг другу с силой прямо пропорционально их массам и обратно пропорционально квадрату расстояние между ними математическую форму записи этого закона вы видите на экране казалось бы об этом законе столько уже сказано столько снято научно популярных и научно образовательных фильмов однако сейчас мы посмотрим на этот закон под другим углом возможно я кого-то сейчас сильно удивлю но есть огромный пласт людей которые считают что гравитация во вселенной работает по-иному а именно полностью противоположно будто нет сил гравитационного притяжения а есть гравитационное отталкивание уверен вы справедливо заметите что подобная идея не может работать ведь ну можно бы было сказать гравитационное приталкивание потому что отталкивание у нас запускает яблоко в космос а согласно следующей гравитационной теории у нас яблоко все-таки на землю падает на что он не отталкивает а приталкивает поэтому тут такое легенькое вранье уже началось мы притягиваемся к земле а земля притягивается к солнцу на это сторонники идей гравитационного отталкивания отвечают мы не притягиваемся к земле а скорее к ней приталкиваемся ну то есть мы отталкиваешь от земли а земля отталкивает нас однако космос нас также отталкивает от себя с большей силой тем самым приталкивая нас к земле аналогичная ситуация с землей солнцем да и с другими телами во вселенной очень любопытная гипотеза давайте в рамках этого видео будем называть ее законом всемирного приталкивания одним из главных ее популяризаторов в российском интернете является наш старый знакомый виктор катюсик с канала научный трибунал катюсик тв стоит отметить что эта идея имеет огромную популярность и большое количество последователей но при этом ньютон предположил и ввел в систему как закон всемирного тяготения и силы притягивания которые не является верным так например наш выдающийся физик виктор катюсик в своих лекциях убедительно доказал что на основании представлений о силах тяготения как притягательных сил все наше мироздание существовать не может луна имеет возможность стабильно находиться на своей орбите между двумя силами отталкивания луна не притягивается к земле и не улетает мироздание следовательно во вселенной все же работает не силы притяжения а силы отталкивания и теперь смотрите по версии отталкивания если может ли вот этот меньший объект оттолкнуть шар туда вот сюда да нет почему потому что сила отталкивания большего объекта она больше соответственно он если объект находится вот маленький шар да он находится между двумя большими конечно конечно произойдет следующее что вот этот шар он не будет точно посередине находиться он будет ближе к тому объекту чья гравитационная сила она меньше любопытным является то что есть также научные статьи и тезисы конференций которые рассматривают этот вопрос хотя все эти работы не имеют серьезного научного статуса в этом видео я покажу вам не состоит серьезно научный статус то есть товарищ макар нам сейчас продвигает идею что авторитетность мнения вот эти вот посчитали что это научная значит это научно это вот ошибочка неважно какое-то мнение много бизонов проголосовала за или много бизонов проголосовала против важно какой научный контент содержится оформлены ли материалы должным образом составлены ли они в рамках научного метода вот это вот обычная ошибка когда человек не понимает что является научным стоятельность этой гипотезы приводя доказательства после которых я найти не имеют серьезного научного статуса в этом видео я покажу вам несостоятельность он покажет нам несостоятельность но не можешь ты показать несостоятельность как квалификации мыслительно не хватает то сколько раз уже мы твои материалы разбираем все одно сплошное вранью и безграмотность сейчас тоже намокаем тебя носиком этой гипотезы приводя доказательства после которых я надеюсь у большинства зрителей не останутся никаких возражений по данному поводу но прежде чем подробно изучать эту концепцию стоит упомянуть что разработка дополнений классической теории гравитации ньютона резко меняющий ее облик является чем-то что не встречалось истории науки так например можно вспомнить знаменитую теории гравитации лессажа в которой гравитация описывается с точки зрения результата движения крошечных частиц которые способны оказывать некоторое давление воспринимаемая нами как гравитационная сила подобная идея встречается и у других ученых в частности в работах михаила ломоносова и даже ли она вранью вранью в частности работах михаила ломоносова у лессажа корпускулярная теория однозначно воздействие посредством частиц у ломоносова в рамках терминов этого нет то что я читал ломоносова надеюсь что это и в достаточном объеме там сказано о тонком о тонкой материи что современных понятиях могло соответствовать вполне полю никакой прямой ссылки у ломоносова на корпускулы передающие взаимодействие применить на гравитации я найти не смог если можете найти при внесите в студию если не можете найти пожалуйста прекратите врать про ломоносова а то да винчи вы наверное подумали что это просто теория эфира и да так и есть однако вариаций этих эфирных идей было большое количество но в рамках данного выпуска мы не будем уделять им большого внимания от теории эфира давно отказались и кому интересно почему те могут узнать вот из этого видео и так вернемся классической теории ньютона с точки зрения математики на самом деле закон всемирного приталкивания в привычной школьной формулировки не отличается от классического отличается направлении вектора а формула это отражает лишь величину чтобы заметить разницу необходимо рассмотреть векторную форму этого закона отличается он на тем что первоначальная формула умножается на вот эту дробь верху r со стрелочкой это радиус вектор то есть вектор исходящий из точки отчета до рассматриваемого тела что это за векторная формула и откуда она взялась вот сидели дуры такие и не могли объяснить закон всемирного тяготения по версии ньютона вот у них не получалось чтобы яблоко упала на землю вот как они только не корячились парятся парятся а вот под прямому притяжению яблоко улетает в космос дальние там есть универсальный метод который должен работать для всех случаев неважно вас там все заряды приталкиваются все заряда отталкиваются если вы закон кулона рассматриваете то есть у вас должен быть один закон один метод и на закон кулона и на гравитацию да и вот люди парятся не не получается у них чтобы одноименные заряды притягивались вот не получается и тогда они начинают вот это вот все радиус векторы а давайте мы формулу умножим на какую-нибудь хрень чтобы у нас получился результат обоснование какое-то логическое есть для этой хрени а нету просто возьмем и умножим и вот так они у нас получили эту формулу расширение формулы у них грубо говоря у них нет для тяготения от расшифровки формула полноценная до развернутом виде они мечутся то у них она с плюсом то них она с минусом бараны которые не знают для чего нужен минус они тупо защищают версию без минуса вот и все у нас все притягивается на самом деле не работает если математику разбирать но не все как бы ее способны до разобрать то есть очередное дурило сейчас мы слушаем да давайте умножим формулу на пипи а давайте умножим формулу на хрена тень который придумал кто-то не понимая откуда ноги растут внизу r это модуль или просто расстояние между телами катющика да и многих других сторонников отталкивания смущает что эту же формулу они видят и с минусом действительно сложно спорить с тем что знак минус учебниках присутствует но все это описывает притяжение описывает притяжение а не отталкивать опаньки вот видите что вот человек признает ну уже радостный момент вам человек признал на все-таки сначала мы не видели что минуса нету мы били за это теперь мы видим минус за но знак минус нас чего-то ну-ка дайте еще раз послушаем что-то у нас знак минус действительно сложно спорить с тем что знак минус учебниках присутствует но все это описывает притяжение а не отталкивание знак минус описывает притяжение вот что такое притяжение наоборот со знаком минусом это отталкивание вот вы написали нормальное притяжение со знаком минус это получается отталкивание и отталкивание приталкивание написано во всех учебниках и только тогда радиус вектора действующего тела к пробному и так далее все по пунктам и вся схема работает знак в этой формуле описывает относительное направление и минус вранье вранье и безграмотность вот сейчас вот этот вот человек который транслирует сайенс шоу канал макар светлый знак написывает направление относительно вот это в природе справочно нет отрицательных направлений это направление на север ничем не отрицательнее чем направление на юг если ты не понимаешь вообще даже элементарных азов вот этих вот зачем ты врешь врунишка это фальсификация подтасовка ты вот сейчас вот фекалии прям выше своих слушателей твоего канала вливаешь и они это проглатывают верят что ты благую весимки понесешь на самом деле это просто врунишка позорные безграмотные можно увидеть в нескольких случаях из нас притяжение они услышали не знак в этой формуле описывает относительное направление и минус можно увидеть в нескольких случаях например если мы берем заточку отчета солнца рассматриваем силу притяжения действующую на землю по вектор силы f и радиус вектор r должны иметь противоположные направления все что стоит перед r это числовой коэффициент вот есть они у тебя имеют противоположное направление это реальный фактор две силы имеют на противоположное направление но это не значит у тебя что правое тело притягивается левое отталкивается когда минус стоит формуле это не про направление дружочек не зависит гравитация от направления она одинаково работает либо на притяжение из северного полюса из южного либо на приталкивание из северного из южного не зависит она от направления чтобы тут вообще не не как бы ты людей не обманывал и он должен быть отрицательный чтобы f смотрела в противоположную сторону одна как все числа в коэффициенте положительные то есть вот наблюдатель пришел и да и теперь в противоположную ему не зависит от наблюдателя это все вообще полный бред товарищ макар постесняйтесь бредить нужно поставить минус кроме зависимости от точки отчета знак зависит еще и от выбора тела для этого рассмотрим третий закон ньютона два тела действуют друг на друга с силами равными по модулю но противоположно по направлению математическую формулировку вы снова видите на экране вот замечательно но причем здесь гравитация у тебя природа взаимодействия поменялась это просто проекция на ось двух сил ты можешь вот так расположить оси 2 вектора можешь вот так расположить в обратную сторону от этого не не меняется физика взаимодействия в формулу включено физическое взаимодействие вот внутри формулы это физика это физический фактор притягивается или отталкивается минус стоит формуле да нет варианты сосредотачиваемся и не прям людям обратите внимание знак минус указывает на то что сила направлена противоположно другому телу пусть это действительно две силы противоположно направленных но они обе либо притягиваются яблоко и на солнце притягивается и на землю а минус это уже смена притягивания приталкивания схема физики они направления не ври людям они у тебя не настолько тупые что стоит в твои разводы в эти верить земля притягивается к солнцу и по третьему закону ньютона солнце притягивается к земле тогда силы гравитационного притяжения приложенные к разным телам направлены противоположно то есть знаки у них разные у земли плюс а у солнца минус математическая запись этой идеи приведена на экране вот 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 то есть ты бредишь вот реально f12 действующего тела пробному вот вот у тебя получается что одна из формул говорит что яблоко летит в космос а второе что яблоко падает на большую массу все ты полностью некомпетентное чудо вот то что ты набредил сейчас и показываешь это на всеобщее обозрение вот вообще вот не стыдно и это все это ты при пытаешься объяснить как будто бы у меня что-то неправильно вот посредством вот этих фальсификаций там где ты не разбираешься в минусах ты пытаешься доказать что в моих материалах что-то неправильно некорректно неверно бедняжка интеллектуальные посылы напряжение твои какие-то тупиковые кроме враняя ничего не можешь представить то есть тут просто закон всемирного тяготения записан в векторном виде учитывая третий закон ньютона обратите внимание никаких приталкиваний и прочей антигравитации все в рамках классической физики ты просто наврал под как угодно наврал классическую физику классическая физика если что с тобой не согласна потому что ты ну не понимаешь что бормочешь вообще ты сейчас не со мной споришь ты сейчас со всей физикой споришь тебя отмокает любой преподаватель взрослый просто в это вот носиком так хлоп хлоп он скажет что проекция на ось не меняет физический смысл силы вот так вот он тебе скажет оторвет уши и отправят тебя дальше по новой учиться именно об этом пишут в книгах по общей физике который почему-то любят бездумно ссылаться привержен ну ка ну ка сейчас посмотрим что тут врешь идеи всемирного приталкивания ну хорошо давайте предположим что идея всемирного приталкивания верна и закон всемирного тяготения просто во всех случаях векторной формулировки имеет знак противоположный случаю с притяжением в частности если мы для системы отчета связанной солнцем рассматриваем силу действующую на землю векторная форма станет положительной как мы проверим работоспособность данной концепции для этого нужно решить следующую задачу нужно найти траектории по которым будут двигаться в гравитационном поле описанные законом всемирного приталкивания для этого решим так называемую задачу двух тел то есть опишем орбиты по которым будут двигаться два тела имея взаимное приталкивание ты смысл слов вообще понимаешь два тела имеющие взаимное приталкивание два тела не могут иметь взаимное приталкивание когда вектор действующий отталкивание два тела могут только разлетаться в космос бесконечно долго если космос пустой поэтому системе двух тел никакое приталкивание невозможно ты несешь сейчас просто бред чушь наша вселенная равномерно заполнена телами на макро уровне и вот когда наша бесконечная вселенная не погнутая а вот обычная нормальная заполнена на макро уровне телами вот тогда может быть приталкивание сейчас ты просто рассматриваешь схему отталкивания в пустой невероятной вселенной вот такая вселенная пустая без множества тел она невозможна то есть ты опять стряпаешь фальсификацию ты обманщик или интеллектуальное ничтожество которое не может сосредоточиться как и для закона всемирного тяготения мы получим в результате решения этой задачи вот это уравнение записанное в полярной системе координат тут р и фи это собственно полярные координаты расстояние от начала координат до рассматриваемой материальной точки и угол поворота в сторону движения п и е это два параметра описывающие форму орбиты фокальный параметр и эксцентриситет вычисляются они исходя из начальной скорости и положения а также исходя из массы объектов получить его можно аналогично такому же уравнению для закона всемирного притяжения в некоторой литературе это уравнение иногда называют уравнением орбиты траектории орбит в обоих случаях будет представлять собой конические сечения круг эллипс гипербола и парабола кстати если вам интересна математика так косвенный метод был нам представлен это не не прямое следствие закона всемирного тяготения такой сын и вывод так сейчас мы выйдем на очередную бредятину через косвенный вывод ну давайте что же в решении для гравитационного притяжения просто отсутствует минус и это все отличие двух формул а теперь разберемся что нам это дает когда фокальный параметр будет принимать отрицательный здесь ты почему-то понимаешь да что минус у тебя меняет притяжение приталкивания до минус внутри формуле на предыдущем этапе ты этого не понимал и нес абсолютно другую чушь интересно схема мышления там у тебя векторная смена минуса здесь внутри формульная то есть ты когда надо тебе ты понимаешь да головка то включается а когда не надо ты не понимаешь отельное значение он будет переводить один вид траектории в другой то есть если для закона всемирного тяготения был эллипс ли закона всемирного приталкивания будет гипербола это еще лучше видно если посмотреть на каноническое уравнение эллипса и гиперболы во-первых ты врешь не для закона притяжение будет эллипс эллипс будет для того типа взаимодействия которое есть природе по факту это не факт что притяжение это не факт что приталкивание на твоем уровне рассуждений ты еще не знаешь батенька приталкивание это или притяжение ты смотришь по фактическим данным есть реальная скорость и есть ускорение тела физика неизвестна и ты голословно приписываешь эллипс притяжению вследствие прямого притяжения а если это притяжение будет вследствие приталкивания дальше что ты даже этого не понимаешь то есть некомпетентное чудо врет своим подписчикам просто их разводит как лохов не может сосредоточиться это вот твой интеллектуальный уровень более того если мы силовой анализ орбиты сделаем как вот он в материалах монографии в моей представлен да то мы увидим что по версии прямого притяжения тело даже секунду на орбите не может находиться она уходит именно по гиперболе туда вдаль либо падает яблоко на землю либо улетает в космос далее на притяжение но не находится в силовом равновесии на единичное смещение наращивается сила выводящая тело из равновесия не переводящая его на более другую орбиту а прям через все орбиты в дальний космос улетает это тело на прямом притяжении то есть мы смотрим такие телескоп космос видим да там что-то вокруг чего-то обращается крутится и видим это подтверждение версии приталкивания потому что на прямом притяжении не луна не может вокруг земли обращаться луна летит по гиперболе в космос в дальний на прямом притяжении это видно через превращение силы напрямую прямой расчет через превращение силы они косвенные через ускорение ускорение у нас по любой физической версии одинаково формула 1 фактическое ускорение это по проявлением по физическим а на физических проявлениях не написано приталкивание это или притяжение здесь уже надо мозг включать расчетики производить